Добрый день! Олег Владимирович, давайте не будем отступать от старой доброй традиции, встречаясь с вами, всегда начинать разговор с каких-то итогов социально-экономического развития нашей области. А насколько опомнится в настоящий момент о готовых итогах развития за 9 месяцев? А расскажите, что нам удалось, а что, возможно, не очень? Ну так хотелось в новой должности, чтобы вы мне этот старый 7-летний вопрос перестали задавать. Есть министр, вызывайте его и делите по полной программе. Ну понятно, что экономистом-то я буду являться всю свою жизнь до самой смерти, поэтому, конечно, я за ними буду даже за показателями следить, даже если за них отвечать не буду. Ну, итоги социально-экономического развития, нужно честно сказать, в этом году сложные, проблемные, неоднозначные. Необходимо учитывать, скажем так, предысторию, что ли, чтобы интерпретировать все эти показатели. Ну, просто вот для понимания, там, ключевой показатель промышленного производства. Вот какое сегодня у нас промышленное производство в Ульяновской области. Вот так возьмешь точку, так, 98,4% последний показатель, там, на последнюю отчетную дату. Вроде мало, да, то есть минус от 100%, там, 1,6%. Смотрим другие субъекты Российской Федерации. На последнюю дату, если память не изменяет, где-то порядка 30 субъектов из 80, что ли, имеют положительные показатели, а остальные, как и мы, получается, отрицательные. Когда начинаешь смотреть прошлый год, то субъектов, которых было положительное, было не более 30, мы в том числе. И те, у кого было положительно, в этом году отрицательно. А те, у кого было очень отрицательно, в этом году положительно. Если сопоставить за два года, то мы уже очень даже неплохо смотримся. Но вопрос даже не в этом. Мы начинали год с 80%, то есть у нас была глубина падения очень большая, 90, 92, 96, 97, 98. Мы вот так двигаемся в этом году. У меня лично есть огромная уверенность. Я достаточно редко ошибаюсь во всех этих делах. У меня есть большая уверенность, что мы завершим год с показателем выше 100%. Поэтому пока еще рано говорить о том, что все кончено, все пропало. Ульяновской области, если это случится, будет одним из считанных единиц субъектов Российской Федерации, у которых индекс промо-производства будет на протяжении 10 лет положительно. И нужно здесь учесть, конечно, и недостатки нашей госстатистики. Объясняю простой недостаток. В чем он заключается? Мы завершили в прошлый год с показателем 100,8. 100,80%. То есть губернатор выступал на заседании правительства, выступал в ЗСО, 100,8. Все, политическая основа 100,8. В июне, по-моему, месяце этого года Ульяновский стат пересчитал показатели прошлого года по своей методике и сказал, была ошибка, значит, 102,5 было. Понимаете, политически уже никому это не интересно. А база сравнения у нас выросла. Так вот я хочу всему народу сказать, что мы прошлый год не 100,8 завершили, а 102,4. И когда упрекали коммунисты, губернатору, что Сергеевич, ну чего вы говорите, 100,8, это в рамках погрешности. Оказывается, не в рамках погрешности, а гораздо выше. Погрешность 1%, а здесь 2,5. Поэтому я считаю, все-таки расцениваю, что мы завершим год положительно. Хороший показатель у нас в сельском хозяйстве. Тут как бы нечего останавливаться за счет высокой урожайности, за счет хороших показателей в животноводстве в этом году. Пока идем ниже, чем в прошлом году с показателем постройки, но ни Минстрой, ни муниципальное образование не отступают от своей уверенности, что мы завершим год с ростом к прошлому году и планы все выполним. Что касается инфляции, понятно, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, когда инфляция была очень высока и народ ее чувствовал, я думаю, что в этом году народ тоже чувствует. Не то, что может быть уровень цен низкий, понятно, что было бы глупо с моей стороны заявлять, что цены низкие, но нужно сказать, что они в этом году практически не растут в среднем так, то, наверное, да. То есть инфляция у нас минимальная. 103,9 пока на сегодня, 105% вполне возможно мы закончим год. То есть вот такие дела. Положительный пока показатель по приросту инвестиций выше 100%. На сегодняшнюю дату порядка 54 миллиарда совокупный объем инвестиций. Но нужно учитывать, что хоть стройка, что хоть инвестиции, это всегда отчетность идет в последнем квартале и как бы основной нагон-то будет в ближайшее время. Что касается безработицы, я свою позицию уже 948 раз озвучу. Я практически в своем анализе ни себе, ни своим сотрудникам не позволяю анализировать уровень регистрированного безработица. Это никому не интересно. Но для интереса, если кому интересно, у нас он минимальный. Более интересно безработица, которая оценивается по международной организации труда, по их методике. Это когда конкретный человек имеет возможность сказать, мне не нравится это место работы, а я его хочу сменить. То есть у него полная свобода творчества. Как выборы показывают, люди уже не боятся говорить то, что думают. И они честно говорят, вот эта безработица, она более показательна. Здесь меня вот эта цифра радует. Мы сегодня имеем 4,3%, это на порядок ниже, чем в целом в Российской Федерации. Что еще? Всегда принято бить и пороть правительства Ульяновской области за низкие показатели заработных плат. Но вы же тоже меня мучаете уже много лет. Вы же как бы этот вопрос-то задаете. И если вы помните, я и 5 лет назад говорил, ребят, ну мы же не можем чудо совершить. Но для нас ключевая задача каждый год иметь темп роста заработных плат выше, 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 выше. Мы были 14-й по зарплате из 14 субъектов округа. Были 12-й, были 10-й, были 9-й, были 8-й. Сейчас где-то в районе 7-го, 8-го места. То есть мы так вот по-хорошему тупо вот этот показатель увеличиваем. В этом году мы идем на 3-м, 4-м месте по темпам роста зарплат. Есть все основания достичь того, чего от нас требуют губернаторы, то, что прописано в нашей стратегии. Выйти на показатель 5-го, 6-го места в Приволжском федеральном округе по самому размеру заработных плат. Я вот как экономист, я даже и стесняться не буду говорить, но не будет у нас зарплат, как в Москве. Никогда. Она и в Тарстане не такая. И не будет у нас такая зарплата, как в Перми, как в Башкирии. Она не может быть, исходя из условий, исходя из там северных надбавок и прочих дел. Но вот быть ниже, чем в Пензе, Шкрале, Мариэл, Кирве, Чувашии, она тоже быть не должна. Она должна быть вот примерно, значит, приближаться к Самарскому показателю, там, допустим, ну и находиться ниже Татарстана, Башкирии, Перми, там. Вот 5-6 место, это нормальный показатель для Ульянской области. Он оптимальный. Вот мы туда движемся, как бы, и в этом году тоже есть что такого хорошего, доброго, вечного сказать. Ну вот как-то, Григорий, так. Хорошо, спасибо. А теперь, пожалуйста, о несколько слов об выполнении целевых показателей социально-экономического развития муниципальными образованиями. Появились ли новые лидеры среди сельских районов? Ну, я бы хотел здесь вот тоже для вас, уважаемые журналисты, уважаемые зрители, сказать следующее. Мы свою систему управления, значит, нас губернатор заставляет выстраивать следующим образом. Первое. Вот есть абсолютное измерение, да, то есть где кто находится, где, каков уровень жизни социально-экономического развития. А мы же понимаем, что хоть ты тресни, никогда социально-экономические показатели не будут в условной Старой Кулатке или в Сурском на уровне города Ульяновска. Это быть не может, как бы, в принципе, и быть, наверное, с точки зрения экономики не должно. Как бы, уровень, там, я не знаю, объем товара оборота или объем торговли или еще что-то. Я не то, что говорю, что там хуже жить или лучше, я не об этом сейчас, я говорю о комплексе показателей, да. Но мы же хотим, чтобы там развивалось все это дело. И поэтому, если мы будем оценивать только вот по уровню показателей, вот где сегодня самые высокие зарплаты, самый высокий объем производства и так далее. Конечно, всегда будет город Дентророг, город Ульяновск и так далее. Мы еще и подписываем, вы знаете, с ними соглашение. Значит, это о чем говорит? О том, что, исходя из складывающихся возможностей, кто сколько может достичь и принести в общую копилку Ульяновской области и как бы, как оценить эффективность или неэффективность главы. Так вот, если первую взять, кто сегодня по самому уровню социально-экономического развития? То есть, где выше зарплаты, выше объемы производства, ниже смертность и так далее, так далее. Первое место – Новоспаск. Второе – Новый Малыкла, как ни странно. Третье – Чердаклы, четвертый – Ульяновский район и пятый – Старый Майна. Думаю, все логично, за исключением Нового Малыкла. То есть, там за счет кучности, точности показателей, за счет высокого, общего, среднего уровня комплекса показателей, они молодцы. Они красавцы, это тот район, который просто хочется похвалить. Кто худший? Где самый худший уровень жизни на сегодня на территории сложился? Павловка, Сурская, Старая Кулатка. Что касается взятых на себя обязательств. Кто из глав лучше всех держит слово? Марку держит. Первое – Кузоватого, второе – Корсун, третье – Радищева, четвертое – Меликес и пятая – Теренга. Это значит, что из тех условий, которые у них есть, и тех возможностей на этот год, они выжимают максимум. Вот это нужно признать. Худший Барыш, опять преснопамятный Сурский район и Сенгелей. Вот какая ситуация сегодня-то складывается. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос Олегу Михайловичу. Скажите, пожалуйста, а насколько действенны рычаги, находящиеся в распоряжении областного правительства в свете совершенствования социально-экономического развития? И как, на Ваш взгляд, этими рычагами сможет воспользоваться новый состав областного кабинета министров? Ну, рычагов на самом деле достаточно много. И, в первую очередь, они связаны даже не столько с самими именно рычагами, а с конкретной работой глав администраций муниципалитетов, с самим правительством. Правительство, вот, много раз уже задается вопрос, новый состав правительства. Все мы отслеживали после инаугурации Сергея Ивановича, какое будет правительство, кто будет новым, кто будет не новым. Мы видим, что сильно много новых фигур не появилось. И одним из первых назначений было назначение Олега Владимировича как зампреда, Смекалина Сан Саныча как руководителя правительства. И тот состав правительства, который сейчас уже назначен официально, это, можно не боясь сказать, это команда губернатора. Губернатор сегодня нацелен прежде всего на инвестиции, прежде всего на реформы. И вот совокупность реформ, совокупность инвестиционной политики, это и есть своеобразные рычаги. Ни один муниципалитет сейчас не сможет развиваться без влияния инвестиций. Вот возьмите Чердоклинский район. Да, может там у него есть большое преимущество, он близко к городу. Но и сама администрация, она... Но в Ульяновском районе такое же преимущество было, но он же не стал. Да, вот именно, Ульяновск, такой же, Ульяновский район, совершенно верно, точно такое преимущество. По территориальному они, наверное, даже еще ближе. Но Чердоклинский район сами уже начали создавать такие же зоны, как зона по Волжье. Пусть она будет меньше, но это своеобразный рычаг. И в этом правительство им помогает. Дополнительные ресурсы, дополнительные налоговые льготы идут навстречу по, скажем так, назначению каких-то инвестиционных проектов именно приоритетными. А здесь опять дополнительные льготы. И вот за счет льготной политики, налоговой политики этот состав правительства может реально влиять на развитие каждого из муниципалитетов. Спасибо. Олег Владимирович, а каков круг Ваших обязанностей в правительстве, а какие ведомства, какие направления Вы будете оккурировать? Ну, как и прежде, экономическое направление, экономический блок курировать буду. Второе, мы же проводим достаточно серьезные изменения. И если вспомнить моих предшественников на данном посту, они фактически командовали не Министерством экономики, а Департаментом социально-экономического развития. Вот, ну, давайте честно говорить, вот, министр Доничев, министр Шерин, там, министр Подили, они командовали департаментом социально-экономического развития. Потом из пяти министерств, которые тогда были, Министерство туризма, Министерство инвестиций, Министерство предпринимательства, Был отдельный департамент тарифов отдельным органам власти, как обособленным со своей бухгалтерией и так далее. Был отдельный департамент государственных закупок, как обособленные подразделения. Это все потом было слит в Министерство экономического развития. Так вот, я к чему говорю? К тому, что то, что раньше было целым министерством, мы в числе пяти человек, отдел, сократили чиновников и перевели в научно-исследовательский институт, который возглавляет Олег Михайлович. Все, их нет, этих людей, они не чиновники. Но они все там кандидаты наук, доценты и почти что доктора. И они делают пятером то, что делали раньше целые министерства, там по 20-30 человек. И делают гораздо качественнее и эффективнее. Вот, наверное, может быть и с этим, может быть с общим каким-то подходом моим. Наверное, связано то, что губернатор мне поручил еще и курировать то, что сейчас становится во всей Российской Федерации очень важным направлением, на которое направлен в том числе и президентом, значит, бывший министр финансов Кудрин. Это проведение реформ. То есть я буду курировать приоритетные проекты, которые есть в Российской Федерации, которые вы знаете, их отобрали в этом году, плюс те или иные направления реформ. И то, что раньше называлось экспертно-аналитическим департаментом при губернаторе, это теперь тоже не существует. Эти люди, в том числе и были часть сокращена, но оставшийся костяк самый сильный, он теперь называется Центр управления реформ. То есть вот это направление я также буду курировать. Вот, в принципе, круг моих полномочий. Но это не то, что вот, как бы в данном случае нельзя рассуждать так, что вот подо мной столько-то человек. Вот я как большой начальник щеки надул и вызвал, вот сколько я могу вызвать, да? Да нет, не в этом дело. Вопрос в том, что могу-то многое. Есть проект конкретный. Вот мы определились, правительство Ульянской области, определили, что есть там такой-то проект, такое-то направление. Все. И координация деятельности за мной. То есть я могу и со стороны Минфина взять, и со стороны Минздрава экспертов взять. Никаких вообще проблем. Есть полное понимание со всеми моими коллегами, что вот я такой-то проект веду. Отрабатываю его, все. Рабочая группа распускается. То есть вот как бы система управления такая. Очень много говорят, и все, наверное, уже слышали об одном из названных вами направлениях, о реформах. Вот попробуйте, пожалуйста, максимально простым, а максимально понятным языком объяснить, что это такое, и чего от этого ждать население Ульянской области. Ну, смотрите, как в любой простой семье, или там, я не знаю, в жизни, ты же приходишь к каким-то определенным вещам, что ты когда понимаешь, что если что-то не порезать, там, допустим, то не выздоровеет. Или, допустим, ты понимаешь, что тебе нужно что-то конкретное менять. Точно так же и в экономике. Мы же понимаем, что та экономическая политика, которую мы реализовывали, а, дала успех, б, растиражирована массово сегодня во всей Российской Федерации, и в, если мы что-то не поменяем и не найдем новой ниши, то тогда мы просто станем как все. Поэтому необходима реформа. Дальше. Ну, что скрывать, что есть в Ульяновской области есть определенные проблемы, которые достаточно тяжело решаются. Ну, например, первая, самая главная проблема по опросу всего населения, плюс нас все правительство запирал губернатор на целый день, и мы, из нас выжимал, мы там и тайно, и не тайно писали, какая проблема на самом первом месте сегодня в Ульяновской области, которую нужно кардинально реформировать, все проголосовали за проблему здравоохранения. В частности, в том числе сердечные сосуды, неважно, но здравоохранение. На втором месте оказалась проблема, связанная с городской средой или там, ну, средой благоустройства. Население, независимые эксперты опросили, абсолютно точно такое же. Мы не оторваны от этих всех вещей. И мы прекрасно понимаем, что политически, что экономически, это тема, которую нужно кардинально реформировать. У населения, у 75% населения запрос на реформы в этой сфере. Третье. Мы прекрасно понимаем, что такой штат чиновников, который сегодня есть, в том числе и в муниципальных образованиях, не нужен, избыточен. И даже если бы, возможно, и стоит их всех оставить на этой работе, но нужно менять четко порядок их работы. С этим связан наш ряд проектов, в том числе самый такой раскрученный сейчас, который сегодня также тиражируется и взят кудрином на вооружение, это модельный муниципалитет. Если интересно, я тоже про него расскажу. Итак, у нас сегодня порядка 16 основных проектов. 11, они так или иначе связаны с проектами приоритетными, которые определены в Российской Федерации. И сверху наши проекты, которые нас гложет и так далее. То есть я вот всегда всем людям объясняю очень простым примером. Вот если у меня 200 гектар земли, а комбайн способен за сезон обработать 450, то я буду дурак, если я куплю комбайн. Я найду друга, с которым мы вдвоем купим комбайн или возьму в аренду. Правильно? То есть я же буду дурак, это будет не экономически неправильно и так далее. А возникает вопрос, как мы можем иметь примерно одинаковую типовую штатную структуру в базарном Сызгане с 9 тысяч населениями и, допустим, в чердаках с 25 тысяч населения. Так быть не может. Как мы можем иметь одну и ту же похожую структуру в системе образования и надзора там за детьми в условном Барышей и Павловске, где детский дом, условно говоря, или в системе правоохранительной в Новуленске и в Меликесе, где есть тюрьмы, извиняюсь. И там, где этого вообще нет, ни детдомов, ни тюрьмы. То есть мы должны учитывать эту специализацию. Если в чердаклах куча промышленных предприятий, а в Меликесе только в одном СПК Крупской 35 тысяч гектаров, а в базарном вообще выше 15 центнеров с гектара никогда не собирали, то с какого рожна управление сельского хозяйства должны быть одинаковые или типичные? Ну нет? Нет. Соответственно, мы выстроили такой проект, который бы учитывал все. И специализацию, и численность населения, и даже перспективы развития этой территории. И тогда получается конкретная модель. Вот если у вас то, то на это направление два человека. Если у вас вот это, то полставки. Если у вас вот такая ситуация складывается, то три ставки. И под каждое направление, исходя из полномочий в муниципалитетах, прописывается конкретная структура. Все начинают понимать, сколько людей, чем занимаются. Мы огромную работу провели за 8 месяцев в фотографии рабочего дня. И на шее сидели у каждого там чиновника смотрели, чем он занимается. Вот этот проект мы будем обязательно в плане реализовывать. Его одна большая самая проблема, я тут выступал в районах, несколько раз выезжал, рассказывал. Самая большая проблема заключается в чем? В том, что как бы и сами-то они понимают, и население-то понимает. Но просто ответ какой? Олег Владимирович, да мы понимаем, что Иван Иванович у нас ничем не занимается в тему Тараканске. Просто если Иван Иванович уволится, он где работать-то будет? И бабушка у него как бы без работы сидит. Вот и все. То есть вопрос не в том, что как бы люди реально работают, а мы их пытаемся там порезать. Так вообще вопрос не стоит. Вопрос в том, что нужно заниматься созданием там рабочих мест, повышать эффективность и так далее. Это должны быть вещи как бы одинаковые. Но то, что у нас сегодня порядка там 20% муниципальных образований, где всех денег, собираемых в территории, хватает только на оплату главы, а 70% муниципальных образований, самым крупным налогоплательщиком там является местная администрация, мы понимаем, что мы уперлись в какую-то неправильную ситуацию. Ее нужно координным образом менять. Поэтому мы реализуем сегодня вот эти проекты и экономической безопасности, модального муниципалитета и реформирование систем государственной муниципальной службы и так далее. Вот я могу много рассказывать о всех направлениях, которые как бы губернатор мне поручил. Ну вот если вы попросили понятным языком, я бы постарался. Заканчивая тему о реформ, расскажите, какова дальнейшая судьба о Министерстве развития конкуренции и экономики, о которой, насколько известно, превращается только в Министерство развития конкуренции. А кому будут подчиняться все остальные, а направления, и как будет вестись работу по ним? Ну, наверное, не совсем правильно, чтобы я вот это все говорил. Все-таки решать, наверное, губернатору. Это было правильно. В конце концов, там появится, пока сейчас исполняет обязанности, там появится, может быть, назначенный министр. Это решает все-таки и председатель правительства, и губернатор. Поэтому мне комментировать не с руки, но какую-то свою позицию, с учетом того, что я возглавлял Министерство дольше всех в истории Ульяновской области, и, наверное, каким-то образом мнение какое-то есть, я бы ответил следующим образом. Насколько я понимаю видение губернатора. Вы все видите, как сегодня реформируется все, что связано с развитием конкуренции на территории Российской Федерации. Это и присоединение Федеральной службы по тарифам к Федеральной антиминопольной службе. Это когда ежа с ужом скрестили, это, ну, как вам сказать, я-то не понаслышке там бывал неоднократно, это люди, которые дрались больше всего на свете между собой. Это уникальный случай, на самом деле, то есть там в мясо просто вот, как бы, но вы-то вот, давайте честно я вам задам вопрос. Вот вы за два последних года какой-то геморрой с точки зрения тарифов ощущали? Ну, наверное, вот резко успокоилась эта тема с приходом Артемия. Ну, согласитесь, вот я нарушение, вот я раньше протестов, нарушений за время работы получал просто немерено. Причем я-то на них как министр мог как повлиять. Я тоже был контролирующий орган, я тоже выезжал на проверки. В оканале, там, где-то в конкретных предприятиях, в далеких районах они могли делать что угодно. Сегодня жестко, четко выстроена система, единая информационная система. И простой дяденька в Москве, он может четко видеть, по какой цене сегодня берут где-нибудь там в Уразгильдина. Понимаете? То есть система резко улучшилась. И сегодня с точки зрения стимулированной конкуренции, наверное, вещи происходят очень правильные. И, наверное, правильные вещи, когда от Министерства экономики отпочковывается все, что связано с аналитикой, стратегией развития. Пусть делают профессора, пусть делают умные люди, не имеющие чиновничьих льгот и так далее, и так далее, которые в том числе и зарабатывают сами средства, учитывая особенности государственного там учреждения и так далее. Это правильнее. А вот те, кто остался, тарифный орган, государственные закупки, это те чиновники, которые, ну, должны быть очень жестко, за ними должны жестко следить, за ними должны, цена их ошибки измеряется несколькими миллиардами. Вот мы считали специально. Цена ошибки одного работника департамента тариф 2 миллиарда рублей. Вы понимаете, что интерес у бизнеса к этому сотруднику очень серьезный. И если он сегодня будет не чиновником, то, извините меня, это большая опасность. Поэтому он должен быть чиновником, причем жестко контролируем, декларируем свои доходы и так далее, и так далее. Потому что интересант для бизнеса, он очень большой. Точно так же в сфере государственных закупок. Я это к чему говорю? К тому, что, по мнению Сергея Ивановича, именно должны остаться в министерстве те сферы деятельности, которые напрямую влияют на конкурентную среду нашей территории. Вот я вам сказал. Объем инвестиций 80 миллиардов рублей. Государственные закупки, которые государство отдает бизнесу с учетом муниципальных закупок, 45. А если возьмем предприятия, которые сегодня государством контролируются, ну там, я не знаю, тепла, сеть, УЛГС и так далее, и так далее, то есть, которые как бы привласти. Государственные и муниципальные предприятия. Еще 70. Вдумайтесь, все заводы, все предприятия, УАЗы, механические заводы, новые появившиеся, дают 80 миллиардов. Эти за сотню. Кто сегодня основной, получается, основная сфера влияния на конкурентную среду? Кто диктует правила игры, ценовой политикой? Естественно, государство. Поэтому вот все вещи, соблюдение конкретных стандартов, конкуренции и прочих всех дел, это жесткая задача, которую это министерство должно выстраивать. Эта система должна работать независимо, кто будет министром. Должно быть четко, строго и понятно. Вот. Поэтому вот к этому, наверное, мы и будем двигаться. А уж кто возглавит, это решать не мне. — Последний вопрос, Олег Владимирович. Вы уже переназначены в должности заместителя председателя правительства. — Ну, расписался, да. — Совершенно верно. Но полностью состав правительства еще не утвержден. В связи с этим изменится ли, а каким-то образом, а ваша работа, а после окончания формирования Кабинета министров, а может быть появятся какие-то новые направления? Может, это станет больше, может, это станет меньше? — Даже не знаю. К любому вызову готов. Интересно. — Все. Спасибо большое и всем успехов и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова